и делать за границей, и доводить эти данные до сведения наших политиков решительно и беспристрастно. И сейчас, когда мы видим очень вольное отношение к истинным фактам, то мои коллеги, ветераны разведки и я, чувствуем, что мы не можем молчать, и у нас есть моральный долг рассказать правду, даже в тех случаях, когда эти неприятные факты о нашей собственной стране. В прежние времена было очень легко говорить в негативном ключе о России. Сейчас же есть разные возможности для такого анализа. В 70-е и 80-е вы были важной фигурой, когда вы готовили для президента ежедневные отчеты. Да, это были ежедневные брифинги для президента. А сегодня вы один из самых активных критиков администрации президента и политики Белого дома. Не могли бы вы сказать, почему? Я бы сказал об этом несколько иначе. Я бы просто сказал, что наша задача была узнать истину, и если мы иногда критикуем Белый дом или государственный департамент, то такова цена, которую нужно платить. Когда есть за что критиковать Кремль, мы это делаем. Я могу вспомнить случай из моей карьеры, произошедший 30 лет назад, когда американский пассажирский самолет, рейс КАЛ-007, был сбит на востоке Советского Союза. Тогда была развернута мощная кампания по очернению советских ВВС, которые сбили самолет умышленно, зная, что это был американский пассажирский самолет. Это был рейс южнокорейской авиакомпании КАЛ-007, большинство пассажиров которого были граждане США. Но это была неправда. Это была ужасная ошибка, а не умышленный акт. Но человек, который отвечал за пропаганду в Государственном департаменте, позднее узнал о том, что его ввели в заблуждение. Ему не предоставили расшифровку переговоров, которые происходили между летчиками и станцией наземного управления. И вместо того, чтобы просто сказать «мне очень жаль», он сказал «ну что же тут поделаешь, бывает?» Побеждает тот, кто первым говорит неправду. Это не наше видение того, как должна осуществляться дипломатия на международном уровне. И даже если нам приходится критиковать такого человека, как госсекретарь Джон Керри, если мы понимаем, что он говорит неправду, мы считаем своим долгом сказать об этом. И как раз в прошлом году, 30 августа, Джон Керри 35 раз повторил, что Башар Асад и Сирия виновны в применении химического оружия. Он тогда сказал «нам это известно 35 раз». Но он ничего не знал. Это была неправда. Мы посоветовали тогда президенту разобраться. Великобритания помогла нам. Они установили, что образец Зарина не был из арсенала вооруженных сил Сирии. После этого президент Обама проявил гибкость и смог изменить свое решение. Через несколько дней после этого Джон Керри заявил о том, что силы умеренной оппозиции начинают одерживать верх. Этого уже не мог вынести ваш президент. Президент Путин обвинил его во лжи. Вообще очень необычно, когда президент высказывается насчет госсекретаря. Но оказалось, что он был прав. А теперь вернемся к более недавней ситуации с малазийским самолетом. Рейс MH17. Через 2-3 дня после этой ужасной катастрофы Керри перед телекамерами пяти воскресных ток-шоу сказал, что это были русские. Это была российская ракета, это были пророссийские боевые группы и так далее. А сейчас мы слышим много обвинений о российском военном присутствии на Украине. Все видели несколько снимков из космоса, которые продемонстрировал государственный департамент. Но они отказались подтвердить достоверность этих снимков. Что вы думаете об этом? Действительно ли американская разведка располагает какими-то свидетельствами, снимками со спутников? Что вообще происходит с американской разведкой сейчас? Те снимки, которые уже были показаны, если именно они используются в качестве доказательств чего-либо, то это просто говорит о неловком положении, в которое ставят себя сотрудники разведки. Потому что они ничего не доказывают. Есть ли у разведки России и разведки США другие, более эффективные возможности? Я на 95% уверен, что есть. Почему, например, США не может взять некоторые из этих космических снимков, размыть часть картинки, если они хотят скрыть какие-то параметры? Например, информация о номерных знаках автомобилей. А потом уже можно выложить их в открытый доступ. Или они будут полагаться на снимки коммерческих спутников. То есть, на мой взгляд, это говорит о том, что у них нет ничего лучше, чем эти фото. По какой причине они бы стали скрывать другие доказательства, которые у них есть? Складывается такое впечатление, что Украина, Малайзия и Нидерланды договорились молчать о тех доказательствах, которые у них есть. А почему? Катастрофа произошла 17 июля. А какое уже сегодня число? 7 сентября. Почему так происходит? Почему все хранят молчание? У меня есть подозрение, что США и Россия доподлинно знают, что произошло. Порошенко и его советники, может быть, тоже знают, а может и нет. Я не знаю, насколько подробно они были проинформированы о том, что делали в зоне катастрофы системы ПВО и штурмовики Су-25. И нам нужны ответы на эти вопросы. То, что нам не нужно, это аксиома побеждает тот, кто первым говорит неправду. Вы верите в то, что мы узнаем правду? Да, верю. Мы узнаем правду. И будет интересно увидеть, как правда всплывет на поверхность. Я не буду гадать, что произошло, но есть признаки того, что ответ будет гораздо более запутанной историей, чем тот вывод, который сделал Джон Керри через три дня после катастрофы. Позвольте мне тогда задать вопрос более широкого характера. Как вы оцениваете роль США в кризисе на Украине? Как решающую, деструктивную? В чем причина того, что в декабре разгорелся такой конфликт? Мы сейчас говорим о приблизительных причинах, или, иными словами, причинах прошедшего года. Но необходимо вернуться к тому периоду, когда исчезла Берлинская стена, 25 лет назад. США обещали, что НАТО не продвинется ни на один дюйм на восток, к России. Но США не сдержали этого обещания. Появилось 12 новых членов НАТО, и все восточнее Германии. А потом они захотели принять в НАТО Украину и Грузию. На саммите НАТО 2008 было заявлено, и я цитирую, «Украина и Грузия станут членами НАТО». Это уже перебор. Вот каковы предпосылки. В начале года, как вы помните, начались серьезные беспорядки на Майдане в Киеве. А потом путь, государственный переворот 22 февраля. После смещения закона избранного президента, к власти пришло новое, очень прозападное правительство, которое я бы охарактеризовал как протофашисты. Если бы я был русским, то эти события вызвали бы у меня серьезные опасения. Первым сигналом стало то, что русский язык больше не будет официальным языком. Это решение не было принято, но это был тревожный сигнал. А потом стали слышны призывы убрать российскую военную базу из Севастополя. Это уже слишком. А все говорят, все началось с того, когда Путин решил забрать Крым. Но ведь нет ни малейших свидетельств того, что президент Путин и его советники когда-либо ранее думали об интеграции Крыма в Россию до Пуча, до государственного переворота. Так что если вы начинаете отчет с Крыма, то вы подыгрываете в пользу тех, кто говорит о стремлении Путина восстановить Советский Союз. Но нет никаких признаков этого. Некоторые силы на Западе заинтересованы в сильном ухудшении отношений между Россией и США. Необходимо победить таких людей. Нужно говорить правду. И я рад, что мы слышим разумные предложения от Путина и Порошенко, а также и от президента Обамы. Но только никогда он находится с визитом в Эстонию. Теперь, когда на себя взяли ответственность взрослые, есть надежда на то, что прекращение огня продержится, несмотря на скепсис. Нью-Йорк Таймс, например, написала, что соглашение о прекращении огня было навязано президентом Путином. Перемирию в этой статье не придавалось большого значения, а также высказывалась мысль, что оно не продержится долго. Это было похоже на то, что немцы называют злорадством. Газета надеялась, что прекращение огня не будет долгим. Это было неохотное уважение, неохотное признание успехов президента Путина, который, как я считаю, устоял перед искушением поступить с Порошенко иначе и предложил договориться. Как известно, он сказал, у нас есть вариант, мы можем вести диалог. И именно так произошло на этой неделе. А Вашингтон был застигнут врасплох к таким поворотам событий. И, как я говорил, в Вашингтоне больше предпочли видеть напряженность в этом регионе. Я надеюсь, что государственный департамент скажет своему другу Яценюку, чтобы тот перестал клеветать, не занижал достижения Порошенко, который поступил благоразумно. И еще я надеюсь, что Порошенко имеет достаточно влияния на правые силы, на правый сектор, партию Свобода, те силы, которые я считаю протофашистами. Я надеюсь, что ему удастся их приструнить, так как они не находятся под его полным контролем и могут нарушить соглашение о прекращении огня, после чего последует цепная реакция. Спасибо Вам за Ваше внимание и за интервью. Я ценю Ваше время и внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Для жителей американского штата Калифорния неделя началась с неприятных сюрпризов от природы. В город Риверсайд еще несколько населенных пунктов пришли проливные дожди. Их принес Тихоокеанский штормовой фронт. Буквально несколько дней назад тут жаловались на засуху, а теперь не знают, что делать с мощными потоками грязной воды. Дренажные системы не справляются с ударом стихии, так что некоторые улицы больше похожи на реки. Вода заливает подвальные этажи домов, повреждены системы подачи электричества. Власти распорядились об эвакуации почти трех тысяч человек. Шокирующие кадры из Вьетнама выложил в интернет местный мобильный репортер. На чемпионате по бадминтону в самый разгар соревнований рухнула крыша. Обломки упали прямо на корт, но обошлось без пострадавших. По счастливой случайности. А если точнее, то за это стоит благодарить судью. За считанные секунды до обвала он увидел трещины на потолке и увел спортсменов в раздевалку. Перебранка, которая едва не закончилась убийством, видео из Соединенных Штатов вызвало у блогеров бурю негодования. В главных ролях инвалид, практически не способный передвигаться без кресла каталки и его соседка. Что стало причиной ссоры, неизвестно. Но мужчина почему-то решил помешать выезду своей знакомой со стоянки. А у нее, очевидно, не выдержали нервы. Сначала женщина осыпала бедолагу нецензурной бранью, потом толкнула его средство передвижения, а затем вернулась за руль и начала сдавать задом прямо на лежащего человека. Ему удалось увернуться от машины лишь в последний момент. А вот коляску теперь придется ремонтировать. Выпустить пар по-китайски в городе Фуджоу. Молодой человек избил престарелого бездомного мужчину, чтобы выплеснуть энергию. Как рассказывают очевидцы, 73-летний бродяга даже не просил у парня милостыню. И тот напал совсем неожиданно. Дедушка с пакетами в руках пытался убежать от хулигана, но не успел. Водогонку получил удар ногой, который буквально впечатал его в стену магазина. Все это происходило на глазах сотен китайцев, но лишь один попытался остановить агрессивного парня. В конце концов, кто-то все-таки вызвал полицию. В Бразилии двое парней решили прокатиться на мотоциклах по железнодорожным путям. В начале их путешествия выглядело вполне безобидно. Однако некоторое время спустя им навстречу из-за поворота выскочил локомотив. Байкерам пришлось срочно спасаться вместе со своими мотоциклами. К счастью, в результате этого происшествия никто не пострадал. Житель одного из южных континентов прикрепил на свой джип бревно вместо колеса. Этот забавный видеоролик сейчас набирает популярность на иностранных ресурсах. Зрители удивляются, почему автовладелец полностью проигнорировал тот факт, что у него есть запаска. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что крепления на оси вырваны, как говорят с мясом, и прикрутить колесо было просто не к чему. Все правильно сделал, пишут пользователи в своих комментариях, и полушитя рекомендуют взять этот способ на заметку. Показать все городские достопримечательности всего за одну минуту. Молодой казахстанец решил, что это в его силах. Свою экскурсию он посвятил Алмате. Автор ролика признался, на это его вдохновил другой подобный проект, опубликованный в интернете. Свой сюжет Ярнур Шукуралиев снимал вместе с друзьями на основных улицах и на фоне самых интересных зданий Алматы. Пользователям социальных сетей понравилась такая ускоренная экскурсия. Своё одобрение они выразили лайками и перепостами. И китам нужна ласка. Пользователи интернета покорило видео, опубликованное французским путешественником. Огромный серый кит с детенышем подплыл к лодке и позволил людям погладить их. А потом даже почесать. Причем последнее животным особенно пришлось по душе. От прикосновений они не спешили скрыться в океанских глубинах, а наоборот выпрашивали новые ласки. То и дело, возвращаясь к лодке с добродушными туристами. Это не первый случай, когда серые киты искали столь тесного общения с людьми. Так что этих великанов скоро тоже станут называть одними из самых ласковых животных.